Всем привет, уважаемые зрители! Добро пожаловать в рубрику Вся Правда о Трансформерах. Спасибо вам за поддержку и спасибо вам, что нравится эта рубрика. Сегодня мы постараемся узнать как можно больше информации и правды не об одном герое, а о двух. Речь идёт о двух автоботах. Ну как о двух? Если одного из них можно считать автоботом, это Sentinel Prime и Jazz. Так что начнём. Сначала мы поговорим о Sentinel Prime. Sentinel Prime персонаж мультсериалов, комиксов, а также персонаж фильма Трансформеры 3. Тёмная или обратная сторона Луны. Часто изображается как умелый воин и иногда даже как мудрый Трансформер. Но в фильме Майкла Бэя он выступает в роли Эйнштейна на Кибертроне. Фракция нейтральная, был на стороне автоботов и десептикона. Технические характеристики Sentinel Prime. Версии Джиуан вооружён мечом и щитом. Трансформируется в кибертронский грузовик. В мультсериале Анимейтед вооружён лазерным мечом и щитом. Трансформируется в снегоочиститель. В фильме трансформируется в пожарную машину Лустомайз Розенбауэр Пантера 6х6. Вооружён двухклиновым мечом, щитом из кибертрониума и ракетомётом с ракетами кариозного эффекта. Любой поражённый трансформер быстро ржавеет, потом разваливается, а его части за считанные мгновения становятся ржавым порошком. Как пример, Айронхайд был убит выстрелом из этого ракетомёта. Основной цвет Sentinel Prime в фильме красно-чёрный. Рост составляет 9,1 метр, а вес 4,9 тонн. Цитата Sentinel. Свобода без выживания трагедия, выживание без свободы проклятия. Sentinel Prime очень старый трансформер, но несмотря на возраст, находится в прекрасной физической форме. В мастерске орудует своими оружиями и знает множество приёмов рукопашного боя. Теперь давайте поговорим о его характере. Sentinel Prime в мультсериале, несмотря на свою высокую должность, является комическим персонажем. Он высокомерный и чванливый, но трусоватый и не слишком умный. Лебезит перед своим начальником ультра Магнусом, которого за глаза высмеивает. Пренебрежительно относится к любому из тех, кого считает ниже себя. А это практически все, с кем он имеет дело. Болезненно воспринимает насмешку над своей внешностью. Sentinel Prime в фильме совсем другой характер. Он сильный и отважный воин. Например, он дважды побеждает Оптимуса Прайма. С успехом сражается с Ретчетом, Бамблби и Сайдсвайбом разом. Кроме того, Sentinel выдающийся путешественник и один из величайших ученых Кибертрона. Он является своего рода Эйнштейном, своей цивилизацией. Именно он разработал технологию космического моста. Также мельком он демонстрирует знания земных наук. Вопреки вашим законам физики, он перемещает материю через пространство и время. Однако к земным жителям относятся практически так же, как и его тезка из Анимэдит. А теперь давайте узнаем его биографию в мультсериалах и фильмах. Transformer G1. Появляется только в одной серии до того, как стать Праймом. Он был умелым воином на гладиаторских аренах Квинтессонов. Кто передал ему Матрицу лидерства, пока не ясно. После появления Мегатрона был убит, однако перед смертью он передал Матрицу Альфа Триону, который хранил ее на протяжении многих лет. Трансформеры Анимэдит. Когда-то был лучшим другом Оптимуса Прайма. Но после трагического случая во время одной из совместных экспедиций, когда пропала их общая подруга Элита-1, счел Оптимуса виновником происшедшего и с тех пор ненавидит и презирает его. Когда тот просит Сентенела соединить его с Ультрамагнусом, он отказывается. Согласился только, когда ему показали Олдспар. В начале второго сезона прилетает вместе с Магнусом и Джазом на землю. По-прежнему пытается гнуть на себя Большого Начальника. Главная его ошибка, он никогда не слушает советов Оптимуса, которые ему бы очень пригодились. К примеру, когда он вылетел со строящегося моста. Любит поиздеваться. В одной из серий даже обзывает Оптимуса мусорщиком Праймом. Однако чванливость и самоуверенность часто доводят его до бед. Не верил в существование десептиконов на земле, пока не увидел их своими собственными оптическими сенсорами. В то время, когда Шоквейв ранил Ультрамагнуса, Сентенелу пришлось взять командование на себя. Он придумал себе новое имя Сентенел Магнус. География в фильме. Впервые его имя прозвучало в фильме Трансформеры 2 Месть Паджи. Только интересно, в каком месте я, если честно, не припомню. Возможно, где-то было упомянуто, но как-то мне не припомнится. Если вы знаете где, то можете написать в комментариях. А в картине Трансформеры 3, обратная или темная сторона Луны, Сентенел появляется уже собственной персоной. Выясняется, что он был лидером автоботов, непосредственным предшественником Оптимуса Прайма. Когда Сентенел был воскрешен, Оптимус предлагает ему вновь принять Матрицу Лидерства. Но тот отказывается и говорит, что на земле командир Оптимус. Позднее, однако, оказывается, что Сентенел предал автоботов еще до отлета с Кибертрона. Заключив, ради спасения родной планеты, сделку с Мегатроном. На земле его жертвой стал Айнхай. Во время схватки с Оптимусом, Сентенел его пощадил, но сказал, чтобы тот не вмешивался. Затем он приказал активировать все колонны Космического моста и перемещать Кибертрон на земную орбиту. После этого вступает в серьезное сражение с Оптимусом Прайма. В этом сражении Сентенел одерживает верх, но когда он собирается прикончить Оптимуса в схватку, неожиданно вмешивается Мегатрон. Поддавшись на хитрый Скарли Спенсер, лидер Десептиконов поверил, что Сентенел лишь прикинулся его союзникам. В действительности же намеривается лишить его власти. Он атакует Сентенела и предлагает Оптимуса перемирие. Но тот отказывается, убивает Мегатрона, а затем добивает предателя. Вот как может получиться. А теперь, кто же озвучивал нашего предателя? Трансформеры G1, Jack Angel, Трансформеры Animated Townsend Coleman и Трансформеры 3, Леонард Немой. А теперь посмотрим, как же он выглядел в виде игрушек-фигурок. Ну что ж, пришло время узнать о другом автоботе всю правду, а речь идет о джазе. Рост джаза составляет 6,42 метра. В фильме 4,57 метра. А вес 1,3 тонны. В расцветке корпуса черный и серебристо-белый цвета. Шлем снабжен двумя чувствительными антеннами, напоминающие кошачьи уши. Оптические датчики ярко-голубые, обычно закрыты черно-голубым визором. Манипуляторы 4-х палые. В форме робота колеса скрываются в плечевых и голеностопных отделах экзоскелета. Всегда начищен и отполирован. Любит покрасоваться и каждую царапину воспринимает как врага народу. Очень привилеглив, питает склонность к новейшим моделям автомобилей и всегда выбирает что-то спортивное. Очень дорогое и привлекающее внимание. К примеру, сразу по прибытию на землю отсканировал самую роскошную машину в автосалоне. Серебристый Roadster Pontial Silk. Длина 4 метра, высота 1,28 метра, который и сделал Альтформер. Озвучивание джаза идет с явно афроамериканским акцентом, создавая таким образом для джаза и также для бластера намек на некоторую их этническую особенность. Характер джаза. На редкость ловок и расторопий. Феноменальная любознательная. Способен мгновенно обрабатывать данные, наступающие с поля боя и выдавать точные тактические советы. Очень общительный, легко вступает в контакт и заводит приятеля где угодно. Что крайне важно для разведчика. Слабые стороны. Иногда его бесстрашие может причинить ему неприятности. Неохотно вступает в бой в транспортном режиме, потому что боится получить царапину на своем шикарном корпусе. Технические характеристики джаза. В G1 трансформируется в легковой автомобиль Porsche 935 Turbo. В режиме робота может выбрасывать из рукава прочный металлический трос с кошкой на конце. По общему мнению, джаз один из наиболее быстрых трансформеров, поэтому был включен в команду автоботов. На межпланетной олимпиаде, которая была в 2006 году на планете Этония. В фильме Майкла Бэя технические характеристики джаза в форме робота следующие. Высокая скорострельность, меткость и дальность поражения. Превосходно может поднять груз массой до 3 тонн. Видеоэкран на шлеме может работать как рентген, прибор ночного видения или тепловизор. Броня снабжена покрытием, снижающая трение, что дает ему возможность очень быстро передвигаться в любой среде. Имеет сверхпрочный титановый боевой щит, усеян большим количеством датчиков, позволяющих предугадать направление удара противника и вовремя среагировать. В форме автомобиля. Скорость передвижения до 240 км в час. Вооружен он к реозлучателем, который стреляет струями жидкого азота с температуры ближе к нулю, что позволяет мгновенно заморозить противника, но, увы, его навороченные оружия не спасли от гибели. Теперь биография Джаза в мультиках и фильме. Трансформеры G1. Изначально, созданный на Кибертроне еще в мировое время, Джаз был сконструирован для добычи энергона в шахтах. Джаз закончил Кибертронскую академию и со временем стал лучшим диверсантом. Время закончилось и пришла пора выбирать сторону. Как он пришел к автоботам, неизвестно. Попав под командование Прайма, дослужился до лейтенанта. Оптимуса устраивала его исполнительность, верность и преданность делу, но немного пугала его безбашенность. Просто так воевать Джазу было неинтересно и попав с Оптимусом на землю, буквально влюбился в эту планету. Умудрился подсесть на интернет и музыку. Оценки Джаза. Ловкость 10, скорость, храбрость, опыль 9, интеллект 8, огневая мощь 7, выносливость и сила 6, трансформеры анимейдик. Пребывает в Детройт в составе подразделения элитной охраны Кибертронов вместе с Ультрамагнусом и Сентинелом Праймом. Задача забрать контейнеры с Олдспарком и вернуть их на Кибертрон. Как ни удивительно, вначале он опасается людей, даже маленькая девочка Сари Сэмдек приводит его в ужас. Однако в дальнейшем он привыкает к виду и манерам землян и охотно сотрудничает с Оптимусом Праймом и его командой. Помогает улаживать конфликты между Оптимусом и Сентинелом. Он, как и лучший друг Праул, робот-ниндзя сражается с помощью нунчаков. Знает толк в моде, именно поэтому выбрал своей земной альтформой элегантную спортивную машину. Пришло время узнать его биографию в фильме 2007 года. Появляется в качестве действующего лица в фильме Трансформер. Оптимус Прайм представляет Джаза Сэму Уитвики как своего лейтенанта. Впрочем, на Сэма и его подругу Микаэлу производит впечатление недолжность Джаза. А его манера общаться, едва появившись на земле, он уже лихо использует в речи земной сленг. Джаз единственный автобот, погибший на протяжении фильма. Его разорвал Мегатрон в ходе сражения автоботов с Десептиконами в городе Мишн-Сити. А теперь посмотрим, как он выглядел в виде игрушек и различных фигурок. Что можно сказать? Сегодня мы узнали не об одном герое, как обычно, а о двух. О Сентенеле, Прайме и Джазе. Надеюсь, вам понравилось, так как пришлось быстро писать текст, монтировать, чтобы успеть добавить второе видео по этой рубрике в этот месяц. Также можете в комментариях написать, о ком мне сделать всю правду. Не переживайте, до каждого трансформера дойдет очередь, все делаю постепенно, по порядку. А я буду заканчивать. Не забывайте подписываться на канал IngraPlay, со спи-5, комментируйте рассказ своим друзьям, чем больше нас, тем лучше. И увидимся в новых видео и также в рубрике «Вся правда о трансформерах». Всем пока!